Марина Цветаева Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года в семье профессора искусствоведа, основателя Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина Ивана Цветаева и пианистки Марии Сейн. Девочка начала писать стихи шести лет не только на русском, но также на немецком и французском языках. Марина росла вместе с сестрой Анастасией, которая была двумя годами младше нее. Девочки получили домашнее образование, затем учились в гимназии. С 1910-х годов пути сестер разошлись. Анастасия тоже занималась литературой, писала прозу, намного пережила сестру и умерла в 1993 году. Свой первый сборник стихов «Вечерний альбом» Марина Цветаева опубликовала на собственные деньги в 1910 году. Он привлек внимание знаменитых поэтов Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и Николая Гумилева. В гостях у Волошина в Коктебеле Цветаева познакомилась с Сергеем Эфроном. В январе 1912 года они сыграли свадьбу. У пары родились дочери Риадна и Ирина. В 1914 году Цветаева познакомилась с поэтессой Софьей Парнок, роман с которой продолжался два года. Цветаева посвятила ей цикл стихов «Подруга» и на время этих отношений уходила от Эфрона. Позднее роман с «Парнок» Цветаева охарактеризовала как первую катастрофу в своей жизни. Во время гражданской войны Сергей Эфрон служил в Белой армии, а Цветаева с детьми оставалась в Москве в Борисоглебском переулке без помощи, большей частью без работы. В ситуации безденежья Марина отдала дочерей в Кунцевский приют, где в 1920 году младшая дочь Ирина умерла от голода трех лет от роду. В 1922 году Марина получила разрешение уехать вместе с дочерью за границу, где воссоединилась с мужем. После разгрома Деникина Сергей Эфрон стал студентом Пражского университета. Цветаевы провели в эмиграции 17 лет. Сначала жили в Берлине, потом три года в предместьях Праги, в Чехии. Здесь Цветаева написала знаменитые «Поэму горы» и «Поэму конца», посвященные Константину Радзевичу, с которым у нее был двухлетний роман. В 1925 году у Цветаевых родился сын Георгий, которого Марина называла «Муром». Семья перебралась в Париж, где жила в крайней бедности. Сергей Эфрон стал тайным агентом НКВД. В марте 1937 года в Москву выехала дочь Риадна, первая из семьи Цветаевых, получившая возможность вернуться на родину. В октябре того же года из Франции бежал в СССР Сергей Эфрон. По одной из версий, он был причастен к убийству советского разведчика, отказавшегося вернуться в Москву. Марина Цветаева приехала с сыном в Советский Союз в 1939 году. Вскоре после этого арестовали сначала дочь, потом мужа. В 1941 году он был расстрелян. 8 августа 1941 года Цветаева с сыном уехала на пароходе в эвакуацию. Через 10 дней они прибыли в Татарстан в город Елабугу. В соседнем Чистополе Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление в Совет эвакуированных. «Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую литфонда». 26 августа 1941 года. 28 августа Цветаева вернулась в Елабугу с намерением окончательно перебраться в Чистополь. Однако, спустя два дня, 31 августа 1941 года, Марина Ивановна Цветаева повесилась. В предсмертной записке 15-летнему сыну было написано. «Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить». Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик. Похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение и место упокоения неизвестно. Всем приветствую, дорогие друзья. Я вас всех приветствую. Я благодарю всех, кто собрался с нами в этот вечер. И с нами находится Дух, о котором сейчас говорили. И я немножко объясню, как это происходит. Дух находится в духовной форме. И он взаимодействует с внешним миром через духовный канал. С медиумом, в данном случае через зной. Когда люди задают вопросы этому Духу, Дух воспринимает через духовный канал контактера. Точно так же он отвечает своими мыслеформами, то есть мыслями и образами. И вкладывает их в сознание контактера, в его ментальное поле. И контактер уже проводит это через себя, через свою психику, через свой мозг и дает ответ через свое тело. Так делают абсолютно все контактеры. Поэтому у каждого информация прилавляется его личностью. Но степени это прилавление может быть разной, что зависит от многих авторов. От частоты духовного сердца контактера, от степени совпадения его вибраций и вибраций духовной сущности, от опыта контактера и от многих других авторов. Теперь, когда вы понимаете, как проходит информация и от чего это зависит, я готова передавать вопросы и ответы. Марина находится здесь в сопровождении ангелов-проводников, которые помогли ей настроиться на меня, как на медьему, и помогли ей совместить мой духовный гранат с ее энергетическим полем. Она приветствует всех. Спасибо, дорогая Марина. Благодарим тебя за то, что ты согласилась прийти к нам на беседу. Благодарю вас всем. Разреши первый вопрос. На какой уровень ты ушла после смерти, когда была Мариной Цветаевной? На восьмой. Это мир природных духов, я правильно понимаю? Это духовный уровень, из которого часто происходит воплощение в тонкие миры. Часто, но не всегда. Скажи, пожалуйста, а воплощалось тело Марина Цветаевной ты с какого уровня? С 13-го. То есть, получается, было помешение вибрации? Получается, да. А с какой задачей ты воплощалась? Какие цели выставили перед собой? Развитие творчества, творческих способностей. А входило ли в эту задачу опыт мотивиста? Конечно, входил. Но это не основная моя задача. Основной задачей было развести творчество. А опыт материнства был нужен для тех духов, которые выбрали меня в качестве матери. Просто я дала согласие на их воплощение именно через меня. У нас было сотрудничество. Скажи, пожалуйста, а сколько раз воплощалось в земле? 390. Всего было воплощение 392. А из них на земле? На земле я воплощалась три раза. Можешь сказать кого и когда? Предыдущее мое воплощение было в 1710 году от Рождества Христова на территории Великобритании я была воплощена в баронах. Да, хорошо. В баронах, которого звали он сейчас показывает. Это вот как граф и да, так, что барон. Его звали Джон Милтон, как сказал. Джон Милтон? Джон Милтон. То есть какое-то слово, как я перевожу, Джон Милтон. Это не поэт? Это Джон, нет, это как граф. но в той жизни я тоже занималась литературным творчеством, но гораздо меньше. То есть это было не основное манятие. А другие воплощения? которое на земле даст. Первое моё воплощение на земле было во втором веке нашей эры на территории Австралии. Я воплощала девушку, которая жила в одном из лесных времён. У неё было много детей и она нанималась домашним хозяйством. Это было как в какой-то как премия. В какой-то деревушке они жили, они сейчас показывают. Там они сейчас показывают. Остальные мои воплощения были на других мирах. Ну и естественно в других уровнях плотности различных людей в своих тел и земли. Какие-нибудь наиболее значения для тебя можешь привести? Да, для меня было одним из самых значимых воплощений. Но это было достаточно давно. Я воплощалась женщиной. Я воплощалась женщиной на планете дальше в разуме контактера названия. Я воплощалась женщиной на планете Ту-Месу, которая была женой местного правителя. И сама занималась науками, например, такой, как социология и политология. Там мне удалось... Почему это воплощение для меня значимое, мне удалось там достиг 22-го уровня. Это был самый высокий уровень, на который ты выходила? Да. Скажите, пожалуйста, а самый низкий уровень, на который ты когда-нибудь попадала в духовное мир? Третий. Можем узнать, после какого воплощения и почему? после воплощения в одной из тонкоматериальных цивилизаций в галактике М31. Это было 19-й уровень плотности и то воплощение было понижением для меня 11-го уровня из-за того, что я не выполняла свои задачи и перешла на питание негативными энергиями бумажной цивилизации. Это все свидетело моей вибрацией и мой духовный уровень, потому что я наполняясь негативной энергией, считая ее пищей, вместе с этой энергией поглощала грехи и пороки тех существ, которые ее из себя изучали. и я очень мало считать их за норму. И все это вошло в мое духовное сердце, и я стала такой же как и те, кто меня кормит. А так как их было множество, то это повлияло на мой духовный уровень. я уже не смогла воспринимать свет божественной любви. Я смеялась над ним и отворачивалась из-за своей жестокости сердца. Это было то воплощение, на котором я попала на зал низкий для себя уровень. Я понял. Спасибо большое. Возвращаемся к Марине Цветаеве. Скажи, пожалуйста, удовлетворена ли ты своими воплощениями? Нет. Можешь объяснить почему? Первая причина, я не выполнила свою задачу. Вторая, я не выполнила полностью свою задачу. Творчесть в моей деятельности еще не наступила творческий раз в лет. На момент моей физической смерти. Я могла больше развить творчество способности и могла бы еще учить это других. А ведь когда в какой-то способности учишь многих людей, усиливается у тебя самого. То есть это тоже был для меня путь, который я не прошла и не получила этого опыта. Вторая причина это понижение моего уровня, которое произошло из-за уныния, из-за чувства уныния, безнадежности, чувства уныния, страха и обид, которые были мной унесены в мое духовное сердце и которое находится со мной сейчас и которое мне предстоит очистить следующих рождений. И третья причина это почему я не дала воплощение, потому что я отказалась от жизни и это не позволило мне не только выполнить свою задачу, но и очиститься от тех негативных чувств, о которых я говорила. что она недовольна вот этим своим решением. Пожалела об этом. Да, я понял. Большое спасибо. Разреши мы покажем из этих пунктов пройдемся чуть подробнее. Ты говоришь о том, что недовольно тем уровнем творчества, на котором ты оказалась к моменту ухода из жизни. Объясни, пожалуйста, в какой момент либо все шло спокойно, нормально, запланировано и если бы ты не принял решение о добровольном уходе из жизни, то этот план спокойно развивался бы дальше и дошел до тех уровней, которые запланировали. Либо пробуксовки и какие-то неудачи творческого порядка стали бы являться гораздо раньше и в некоторой степени привели к решению уйти из жизни. Про буксовки случаются дальше. То, что ты спрашиваешь, про буксовки случаются в судьбе любого человека. Никто не живет идеально, никто не идет по идеальной линии придуманной себе жизни. Все рано или поздно сворачиваются в сторону из-за того, что материальная жизнь, материальное существование воспринимаются совсем по-другому, чем жизнь в духовном мире. Это два разных способностей. Я помню себя материальным телем и помню свои ощущения. Там каждое материальное затруднение, трудность для тела кажется обидой со стороны вселенной. Начинает появляться иллюзия, что Бог тебя не любит. поместил тебя в такие обстоятельства, чтобы ты мучился. Что он смеется над тобой. И при том, ты веришь в его существование. Но ты не воспринимаешь эту жизнь так, что эти трудности и эти проблемы, даже они связаны с большой душевной болью, что они даны для развития высших духовных качеств, без них не получится выйти на высокий духовный уровень, потому что жизнь в комфорте может очень сильно провоцировать провоцировать душу на остановку в развитии. Эту истину начинаешь понимать только когда уже оказываешься вне физической жизни. А когда ты соединил нас с телом, чаще всего ты отождествляешь себя с ним. И все, что происходит с телом, воспринимается того трагичным, без понимания истинной причины этих событий. Так произошло и со мной. В моей жизни было много мужества обочарований, обид и мысли об убийстве своего тела у меня появлялись неоднократно даже еще в молодости. Мы сейчас показываем это вообще как для пасных. Это как мысли такие были. И они появлялись, как я сейчас понимаю, из-за совершения нижних пустяков. Например, из-за того, что кто-то разлюбил, кто-то насмехался, кто-то не сделал так, как я хотела. А когда я сейчас смотрю во все это, как на пленке из созданного собой же фильма, мне это все кажется такой совершеннейшей пустотой всяких причин, что я варю желание выйти скорее в новое воплощение для того, чтобы доказать себе и Богу, что любая жизнь для меня представляет ценность как подарок Бога. я это понимаю умом, но чтобы мне реализовать это понимание, мне нужно снова облечься телом. С этим существуют некоторые трудности, потому что была уже попытка воплотиться на земле, но она закончилась убийством моего тела на траве матери. Больше эта женщина не захотела обучинать ребенка и приняла меры безопасности моего тела. К сожалению, пока никто кроме нее не согласился в духовном мире воплотить меня из тех, кто подходит не перебраться. Так все. Мы знаем, что тебя выгнали из гимназии. Скажи, пожалуйста, за что? За нежелание учиться и выполнять задания учителей. я читала постороннюю литературу и еще подбивала других детей не слушать учителя. Пускай была прямо в классе критику в отношении учителя, как он был урок и вообще ум начала и показывала, что знаю больше его. и А когда ты начала пулить? В патрусковом возрасте я пробовала где-то лет 12. Она показывает как кто-то более старший дарил, как подруги. И продолжала уже до конца жить? Нет, я сначала просто попробовала, а потом у меня не было периода, когда я пули, потому что это было как запрещено. Но потом, когда он взрослый была, не случилось. А какие марки ты предпочитала патрусков? Ну, она мне просто показывает, скручивает что-то так далее. Понятно. На фотографии, по крайней мере, мы знаем одну фотографию, где ты в очках. И ты страдала, как я понимаю, бездорогостью. Почему-то очки не носила. вопрос. Они мне казались красивыми. Для тебя важно было быть красивыми? Конечно. Я не понимала, что красота это путь к сердцам мужчин. Скажи, пожалуйста, встречалась ли ты в духовном мире с душой своего супруга с идеей трога? Да. На каком он уровне? На четвертом. Это низкий уровень. Ты к нему спускалась? Да. А чем объяснить такое низкое положение? страх страх и ненависть нет смерти. Очень сильное боле. Страх и ненависть, которая буквально отлетала от него, как электричество перед его камнем. Он как не отлетал, заряжало все вокруг. как молнии мне сейчас показывают в теле. Энергия была как грозовая, а его душа, его ауа, как вы говорите, была как грозовая туча. Там были перемешанные страх, это было самое тело грозовой тучи, серого, серо-синий, такой синевато-серого цвета. А молнии, которые я родила в своем прекрасном цвете, это был его гнев и ненависть. В первую очередь по отношению к тем обстоятельствам, которые его в последние дни жизни сопровождали. Гнев и ненависть. Он ненавидел власть. Он ненавидел власть тех, кто находится у власти. Великая. А какие чувства он сохранил к тебе? Ко мне он сохранил любовь. Он меня любит до сих пор. Но любовь, она не сможет, любовь к одному человеку или к нескольким людям, она не сможет поднять на высокий уровень, если нет понимания и особенности необходимости любви ко всем. то есть это вот как искорка, так можно сказать, такая искорка, которая не дала ему упасть еще ниже. Это могло бы еще быть еще хуже. Были ли какие-то комические причины такого финала жизни у Сергея? Об этом лучше спросить у него. Хорошо. А ты знала, что он был сотрудником КВД, когда вы были в Бумиканце? Ну, он мне многого не рассказывал, но я подозревала. Ну, а был момент, когда ты об этом узнала и когда это случилось? Уже прям точно узнал, он уже не мог этого не видеть. Слушай, а правда, что вы с ним до конца общались с двух дружкой на воле? Нет, это про маленький дом. Не могу не задать вопрос про Софью Парно, которой ты увлеклась буквально через короткий промежуток времени, после того, как вышла замуж для Сергея. Скажи, пожалуйста, что ты искала в этих отношениях и получила в ней? сектором. Когда нас все встретились, наши души узнали друг друга, мы были близки нескольких прошлых воплощениях, и у нас стало необъяснимое, у нас возникло необъяснимое притяжение друг к другу, и мы это восприяли как зацвы, как необходимость того, что нам нужно быть вместе и морально и физически. уехали. Но потом она уехала. Сейчас показываю как другу город. Хотя я этого не хотела. Но это было какое-то грамматическое расставание, ссора? Нет, она просто уехала, чтобы устроить свою жизнь с мужчиной. сказала, что она любит мужчину и все ответы уехали. И нет ссоры, я как будто ссориться, это ее выбор. Внутри у меня, конечно, вышивала пуля, я очень обиделась. Мне показывает как обида, как чувство несправедливости. и она как обида, такая как скука и даже одновременно взвозь. Вот такое было сравнение этих чувств первоначального дикла, первые может быть несколько месяцев. А потом я долго над этим возглашала, переосмыслила и просила ее. Тем более, что буквально там через пару лет эти все мои чувства стали уже неактуальны. Уже началась революция и мне нужно было выживать с детьми. То есть это уже недоразушевно все сами. То есть это вот как можно так сказать. Да, я сейчас скажу понятным языком. Я понимаю сейчас, что я всем этим мучилась от того, что у меня ну как я уже говорила, комфортное, спокойное, так сказать, сытое существование относительно. И у меня было время и силы предаваться этим страстям и порокам, в том числе изменам своего мужа. Я считала, что чем больше я его буду изменять, тем больше он меня будет усеменить, потому что бояться меня потерять. Это мнение изменилось сейчас? Конечно. Оно изменилось еще при жизни. Я просто рассказываю о первых годах. О первых годах нашего брата, нашей семьи. и я действительно сожалею о том, что при создании нашего семейного гнездышка, наше семейное пространство, я сама своими руками заложила под это основание, под этот фундамент. Он мне сейчас показывает как не крепкие камни, а вот какие-то гнилые такие, как пни, что-то непрочное. То есть я тоже об этом сожалею, и я сейчас вижу, что последствия этого моего состояния, которое вызывало мое поведение, в том числе они повлияли на самого Сергея, и его ревность, и его ко мне, а не ко мне, а не, он меня любил, он арендовал мужчину, арендовал он очень яростно, он такой как яростен. И теперь я понимаю, уже поговорив с ним, что вот эта ярост, она вызвала в нем, в конце концов, вот это желание воевать, вот так вот, ну вот так вот, идти и убивать. И если бы я так себя не вела, я относилась бы к другому по-другому, я считаю, у него бы жизнь сложилась, по-другому включая его кальпи. У вас были какие-то совместные воплощения в прошлых жизнях? Вы пересекались ранее? Были, но не на этой планете. Это было в тонких мирах. И вы дотворились воплотиться и провести эту жизнь в мастер? Да, у нас были такие, у нас были встречи в Верховном мире, предвосплощениями нашими, и у нас был такой совместный план, да. Ты говоришь о сожалении, которое сейчас испытываешь, когда размышляешь о многочисленных изменах мужу, ну, об увлечениях. Но я же ты завел разговор про Сонечку, которая была мне не просто подругой, она была моей любовницей. И да, мой муж Сергей считал эту связь изменной. Несмотря на то, что это была женщина и не было отношений как мужчина, то есть как бывает у мужчины и женщины, были отношения как женщина и женщина. Но тем не менее, он считал это все равно изменой, потому что я ушла к ней. Мы жили с ней одно время. Сейчас пока вот как парки снимают. То есть он понимал, что это не мимолетное просто какая-то прихоть или увлечение, что это с моей стороны нечто серьезное. что может поставить под угрозу существование нашей семьи. И от этого он не ревновал. Он с ней виделся, мы встречались в каком-то компании, и он так неприятник. Ну, конечно, он не так ревновал, мужчина, но знак уже его требований была. А насчет других измен, да, то есть у меня было несколько, он мне сейчас показывает, шесть человек мужчин, которыми были вот так вот какие-то как временные встречи. Назовем это романами. Ну, таких как раз точно. Но именно их ты имеешь в виду, когда говоришь, что Сергей ревновал тебя, кстати, не мое мужчину. Да. И сейчас ты испытываешь сожаление от того, что это чувство в нем вызывало таким своим поведением. Да, я сейчас испытываю сожаление, потому что я сейчас считаю, что человек не должен быть доказанной любовь ко мне тем, что он постоянно обращал меня измены и боролся за меня. Это называется управление человеческой душой для удовлетворения чувства собственной незначенности. Да, то есть вот как я не чувствовала себя значимым ребенком в своей семье, я там ревновала родителей и влачей сестре, и соответственно это все выделилось в то, что я искала доказательств любви. Но это она сейчас уже говорит как о радости скорее, это не так она не понимала, сейчас скажу, это вот как ее анализ. Вместе с тем вот эти вот увлечения, как я понимаю, были топливом для твоего творчества, не было бы этих романов, не было бы этих роскошных поэтических целых циклов, которые были посвящены и сонечки, и мечтали, и сонечки. Я же сказала с самого начала, что моей задачей было развитие творческих способностей. А уж через что их развивать? Это был мой выбор. Я могла их развивать через другие чувства совершенно другого светлого характера. Многие сведения тебе мы почерпнули из твоего дневника. Он предельно откровенен. Скажи, пожалуйста, рассчитывал ли ты, что эти записи будет кто-то кроме тебя читать, и более того, что эти дневники будут широко доступны, они будут судить о тебе, о твоих мыслях и поступках? Вообще, изначально, когда я писала, я не задумывалась, я писала это себя, как свои чувства, высли, впечатления, чтобы они не казали в лету. Для того, чтобы потом, перечитав это, понять, как я изменилась, то есть, заработай с собой, скажи. Скажи, пожалуйста, а в духовном мире ты занимаешься творчеством, ты пишешь стихи? Нет. Это возможно вообще, или это просто там не нужно и неинтересно? стихи. Это лишь форма творчества материального мире. Это определенные слова, да, хорошо, это определенный поток слов, который складывается на языке, который говорит человек, ну, как вы это говорите в рифму. здесь искусство состоит в том, чтобы через эту форму передать содержимое своей души. А в духовном мире мыслят не так, то есть, там нет таких подсовок, там мыслят просто понятиями, поэтому, например, два духа, которые, ну, можно сказать, не изучали языков друг друга. Ну, например, я, который там не знал японского языка и какой-нибудь дух, который вышел из воплощения японца, но не знал там русского или других языков, которые знала я. Мы все равно поймем друг друга. Без вот этих слов на каком-то языке. мы поймем напрямую общаясь с ментальными понятиями. И образом сочинять языковые стихи достаточно сложно, потому что они не рехнут. Это просто как поток мыслей. А у тебя есть какие-то контактеры на земле? Нет. В твоих дневниковых записях касающихся в частности твоей младшей дочери Ирины есть обороты, которые могут шокировать. Я не буду их приводить, но они серьезно случат, что ты не только не испытывала к ней любви, но даже как будто ненавидела. но за что я могу ненавидеть двухлетним ребенком? Что он мне сделал? Это было просто мое временное раздражение и оно было связано даже скорее не с ней самой, а с трудностями личной в своей жизни и с денежью и непониманием судьбы своего любимого своего сухого. То есть это как мысли, которые постоянно были в фонах. Что мне есть, где мне купить любого-то как столб его, где там Сергей и так далее, что с ним случилось, жив он или нет. И вот это все постоянно в фонах познания вот такие кошмарные сны, очень такая слабость и так далее. И вот на это накладываются обычные капризы двухлетнего ребенка, которому нужно внимания. Мама. Ты понимаешь, что не в силу его дать. Поэтому такое как раздражение. Это не ненависть было. Это как временное возражение. Возможно, вы видели или испытывали как родители такое, когда вы хотели, чтобы вас оставили в покое. Ваши желания не ездить. А когда они начинают плакать, капризничать, у вас возглав злость. И вы могли что-то резкое сказать, очень резкое неприятное и неприятное, о чем потом жили. У меня было и все подобное. А это история с привязыванием Ирины к веревкам и к стулу, чтобы она никуда не делась во время твоего отсутствия. Это вот тоже результат вот этого расторожения и желания? Нет. Этот эпизод был, о нем сохранились воспоминания. Да, но он был связан с другими. То, да, хорошо, я понимаю, я понимаю, я сейчас просто показываю этот образ. Мое отсутствие в то время не было связано уже с гулянками с другими мужчинами. Как это было несколько лет назад? Это было связано с тем, что я искала всяческую работу. Он мне сейчас показывает, как где-то было полы, где-то разносил какую-то еду. Какой-то офицар в руки стоял. Показывает даже как какую-то лошадь моет. Или вычесывает вот копинки показывает. И естественно, мне нужно было оставлять своих детей мне нужно было оставлять в это время у себя в комнате. Некуда было. Мы сейчас показываем. Это двое детей. Одна была постарше, ну, так вот, лет, наверное, на пять. Или как до семь. Да, а вот Аня, года года два. И она была очень такой неспокойный ребенок. То есть она мне показана представляла как-то для себя опасная, что она могла куда-то залезть в эту печку, чтобы не могла туда устроить пожар. А нянька из семилетней девочки, которая могла наиграться в бумажке, сами понимаете, какая-то няня. С ней ничего спросить. Была. И поэтому я ее фиксировала. На то время она ненадолго тогда сейчас попросить. Вообще сама была, когда уходила, потому что она не причинилась себе вред. Брать ее с собой я не дала с другого. Ты могла сбежать, ее могли украсть и так далее. В то время уже были преступники. Поэтому я была вынуждена на это пойти. Но может это не так вас шокирует, как если вы понимаете в то время методы до свидания другие. Например, это непослушание и меня, и Настю. Когда мы жалили, убегали из школы, где-то как прогуливали, нас могли поставить голыми коленями на горло, а то и на крупном условии. и нас стояли 10 минут до этого участка. И потом у нас все какие-то были такие раздражения, то есть было как больно отходить. Да, вот так делала верно, хотя у нас была достаточно хорошая, очень великая, культурная, верующая так сказать даже семья, мой отец, он применял такие методы, потому что считал, что это остановит нас в следующий раз от таких действий и воля, да, он никогда на нас не кричал. Но когда он даже ставил, и никогда там не он сейчас показывает, как он не пил физически. Он всегда очень спокойно объяснял, что это он делает ради нашего же блага. Но это не чему не приводило. я лично только от этого воспитания я только поняла, что нужно хорошо прятать свои подделки. Спасибо. Возвращаемся к нашей дочери. Правда ли, что у нее была задержка ментального развития? Ты про Елина? Да. там не понять еще было. Ей была маленькая. То есть это задержка мировозгленно это просто недостаток внимания. Потому что когда с ребенком не занимаешься, не рассказываешь ему сказок, не поешь песни, он может очень сложно начать говорить. Ему просто это не зачем делать. И от того, что я мало обращала внимания, и сестра ее всегда от себя отталкиваю, а я мешала играть. Разница у меня была в возрасте. От этого она как замкнулась немножко к себе. Поэтому я не могу сказать, что я ненавидела ее. Да, я была возражена вот эти обстоятельства у меня. Я себя потом во много ругала, конечно, после вот этих разговоров. Хотя что написала в дневнике. Вообще я считала, что я не считала, что пишут никого. Это полимоничные эмоции, это полимоничные чувства, которые я доверила бумаге, чтобы их как себе не оставляли. Действительно, я была вынуждена взять девочек, когда уже не смогла найти работу в очередной раз, не платили там, спасал жизнь денег. Я была вынуждена действительно отдать в приют уже, так сказать, ну, практически савельского тихона. Потому что уже не было доверия. Поэтому предшествовало предложение сестер Сергея забрать их себе. Почему ты отказала их? Да, они доверяли, да, потому что не было доверия. Они просто осуждали меня за новость жизни, и у нас не было доверия этих отношений. Я не доверяла детей. Я поняла, что доверие им туда. Это первое, и второе, я не хотела быть им ничем нужна. Я понял. И, разреши, я еще раз уточню, а те условия, в которых оказались дети в приюте, ты не знала? Ты узнала только уже когда Аля заболела, а Ира умерла? Я считала, что там все-таки лучше присмотреть с детьми, потому что это все-таки государственное учреждение, где, как работают уже опытные люди, и я не думала, что это будет безразличное чужие дети. И действительно, получилось так, что младшая дочь погибла, и из-за что-то мне давали пищу. Как я потом узнала у вороводцев детского дома, дети были старшего ворота, питались вместе с детьми младшего ворота, ворота, здолова, никто там за ними особо не следил. И как мне потом рассказывали их огнянички, бывало так, что старшие подвигали палач, и отбирали им пищу, и били. Били, и отбирали пищу, и так их затугивали, что они сами не подходили кучу. и брали, ну как вот, да, им там давали, но они как бы прятались. А итальянечки, они просто запустят столовую и уходят заниматься своими делами. Такое мне расставлено. И в конце концов она впала в бессознательное состояние, заболела и умерла. А потом, кстати, я всю свою сообщительную жизнь ругала себя за это решение отдать ее на государственное попечение. Но когда я уже вышла из воплощения, и вышла в духовный мир, да, я хочу сказать, что она мне даже снилась. часто приходила во сне и тянула ко мне руки и говорила, как она меня любит. И когда я уже вышла в духовный мир, я узнала, что мой Гоша это воплощение, она ко мне пришла еще раз, через 5 лет, после своего выгода, воплощение 3 года. Гоша это сын биологи, ну, это была воплощенная душа и потрясающе. мужа она сейчас показывает, как через 5 лет выполнено после... ну, я не знаю, как в духовном мире гумнала. Но ты встречалась с этой душой после развлечения? Да, конечно. На каком уровне? Сейчас этот дух, который приходил ко мне дважды в форме Ирины, в теле Ирины, и вышел на заплащение 3 года И пришел еще через 5 лет уже в мужском теле, в теле Марочкиной Сейчас он находится на 10-го уровня То есть этот дух ко мне приходил, отпускался И я хочу сказать, что это был первый дух из моих родственников Ириских людей, который посетил меня сам после развлечения То есть это вот как он вышел из влечения Я не знала, что он вышел из влечения Но он сам появился и сказал, что его тело убили в бою И я спросила, сколько тебе, там непонятно, где там духовная форма И непонятно, сколько ему лет, ну, был, где И он сказал, что, ну, вот такой бы год там, мы упал, он сейчас показывает Через 3 года после нашего расставания И когда он ко мне пришел, и я его еще раз уточнил То есть в перестрасте действительно он был в лагерине, и он мне показал его как Да, и мы с ним, когда он ко мне пришел, мы с ним вот сейчас показывают, как обнялись и вот как прощали друг друга Ну, какие у вас отношения А он тебе рассказал подробности о своей гибели на войне? Потому что про это ничего не известно Он считается погибшим без вести Нет, я не рассказала, он сказал, что он боев Да, что боев Ну, может, ты задарила какой-то необъятной любовью при жизни Рассказываешь, что ты просто не отпускала его от тебя ни на шаг И фактически заставляла всех служить Муру Исполнять все его прихоти Это очень личный слабый оттенок На самом деле не так Я думаю, что нет После твоей смерти люди, знавшие тебя, оставили различные воспоминания И вы думаете, что все-таки Муру сын не от Сергея, а от Константина Радьевича Что ты можешь сказать? Нет Но, тем не менее, с Радьевичем тебя связывали любовные отношения Да, да Да, было так было Но это было в другой время По воспоминаниям твоей дочери Рианы Ты носила три кольца Обручальное Кольцо с головой гермиса, вырезанное на камень, если не ошибаюсь И серебряная печатка с изображением трехмачтового корабля и надписью по кругу «Тебе моя симпатия» Скажи, пожалуйста, историю этого кольца с Казадудой Это да Чей? Осень Радьевич Да Еще один вопрос Перед отъездом в миграцию По крайней мере, мы знаем это так Ты оставила у искусствоведа Забыл сейчас имя Евтоксия Оставила у нее коллекцию карандашных рисунков Которые кивичем-то были дороги Сейчас они хранятся в мультсиле И есть предположение, что это рисунки сделаны твоей рукой Очень неплохие Ты понимаешь, что о каких рисунках идет речь И можешь выглядеть между ними на экран Если бы ты будешь послушать Ты их сделала Оставьи, пожалуйста, через мои плана Ты попрошу? Не то Не то Да, я поняла То есть он тот, который был Он тот крайний Она пока уже тонализовала А вот этот вот мужчина Она мне показывает, как это вообще Дети так Дети Дети Реятно, очевидно, да? Ну то есть да Как дочка Когда она еще не была в семье Как ее И еще она мне показывала Там Еще были рисунки, которые сын еще рисовал Дети Она говорит Дети Дети Вот в этой папке были рисунки ее и детей 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 Да Да Спасибо большое Детей 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 Она же Родина и смотрит там как джунг. Хотели особенного дочка. Правильно? Правильно. Да. Правильно. Она сказала, что, чем влачить здесь уголовное существование, они никому не нужны, и все на нас смотрят как на чужих рук. Лучше вернуться к себе на Родину и там найти себе как в новой жизни. Для нее это было как новый шанс. А вот там кто-то зарождал государство и можно было найти себе место. Вы оказались в Болшево, в служебной квартире, куда поселили мужа раньше. Правильно? Там высотойки есть. Ну, там мне главное сейчас показывать, как небольшой подъем. Те, кто сталкивались с собой в тот период времени, говорят, что, ну, ты пребывала в чрезвычайно таких растребанных чувствах, тебя сопровождало состояние нервы, раздражительности. Это в связи с такими-то вновь открывшимися обстоятельствами, или это, в принципе, уже сопровождавшее тебя в состоянии последнего года? Это, в принципе, меня сопровождало состояние, тем более, когда я вернулась. Естественно, как я и предполагала, никто меня не встретил с оркестром, так сказать. И мне пришлось тоже искать работу, которой я был, так же, как и там. И то есть я уже понимала, что я была права, и... Ну, просто как сменило одно существование, уже более, там, безопасное, как раз, в стране, на существование в стране, на такое полуголодное существование в стране, где каждую минуту можно просто ни за что расстрелять. Просто за то, что у тебя в автобусе не та газета, а та. Ну, то есть оказалась, например, газета, с подчеркиваниями, где было зачеркиваться, там, какое-то слово политическое. Или, например, было очень много запрещенной литературы, которая у меня сейчас показывает, как... Если находили, например, что-то наподобие книги, там, Троцкого, какого-то Карменева, то могли за это расстрелять. Это вот как распространение было. И многое другое. То есть прежде, чем разговаривать с людьми, нужно было думать над каждым словом. Там-то я привыкла свободно выражать вам мнение. А когда я приехала в СССР, мне приходилось думать над последствиями. И мне было очень тяжело, очень тяжело себя сдерживать, видя... С одной стороны, мы идем к развитию, мы развиваемся. Ура! Товарищи! А с другой стороны, видеть раздуху. Ну и очень тяжело было морально видеть и молчать. И поэтому я была очень раздражена. Я понимала, что стоит мне открыть рот, меня не будет очень близко. Иллюзий по поводу человеколюбия, так сказать, революционного чека я не имела. К этому моменту ты осознавала, что ты один из крупнейших поэтов России? Нет, конечно. Ты себя когда-нибудь воспринимала значимой фигурой русской культуры? Нет. Значенные для меня были мужские. А из современников? Никаса. Из современников. Великолепно. Ну, она показывала, как умелек или как вот его читала. Ещё любила читать Ахмадуну. То есть вот её стихи. Не из современников, если так. Влог, Весенний, ну, они так были, там менее значимые. То есть я больше любила в этой девочке. Переписка с Пастыгнахом у тебя продолжалась? Да, но больше как друзья были, я его тянула даже не за литературное творчество, а вот за отношения ко мне и за его характер. То есть мы как совпадали с ним, очень близкий друг был. А когда начинаешь оценивать литературное творчество близкого друга, то ты в любом случае без взят. Поэтому я больше говорю о произведениях тех людей, с которыми я так близко не одружила. А что за отношения у тебя были с Мандельштамом? Такое впечатление, что это сначала была какая-то вспышка любви, а потом такая же вспышка ненависти. Понимаете, я вам сейчас объясню. Не было ни того, ни другого, просто следа, где мы общались, она была очень раздородная. И мы могли поругаться и помериться из пустяков каких-то. То есть косо брошенный взгляд, неподданная рука и так далее. Они могли привести вот к этим чувствам обиды. Потому что все люди нереализованы практически в своем творчестве. Непризнанные, все ищут там признания. И очень такие, я бы сказала, нервно ранимые. И тем более, как я уже сказала, постоянно вот под этим гнётом, как бы, внешнего контролёра, внешнего наблюдателя. По тем причинам, по которым я сказала. Я вам сейчас расскажу. Жить и творить период революции похоже на то, как сидеть на пороховой бочке шнура, который находится у твоего здешнего врага. То есть ты просто не сидишь и пишешь что-то. Но ты понимаешь, что этот шнур может зажить в любой момент человека, который очень сильно поругает. А может и не зажить, как захочет. Вот это такое ощущение. Только оно постоянно. Все члены твоей семьи оказались арисованы на НКВД. И да, это учись миновало. Почему? Есть. Ну, я уже объяснила, я следила за своим языком. И когда меня тоже называли, я сейчас показываю на запрос по поводу мужа и дочери. То есть зашли такие вот, как приехали. И вызвали на допрос по их поводу. И я только сказала, что они не виновные. И меня особо там не давили, просто чтобы я там свидетельствую показать. Но я уже знала, как с ними разговаривать так, чтобы не отдать и в то же время не вызвать подозрений. Я говорила с ними так, что они честные советские граждане, люди, которые приехали из-за эмиграции, где я подчеркнула достаточно, ну, не только прям хорошо, но мы жили так, что могли там жить и дальше. Но если мы сюда вернулись, значит, было именно в эту страну притяжение наших сердец. Мы приехали, чтобы послужить строительству советского строя. И я не понимаю, дорогие, я не понимаю, дорогие товарищи, чем именно мы вызвали такие подозрения. Но если они имеют русовую почву, то, конечно же, эти люди, то есть мои муж и дочь, они заслуживают, конечно же, наказание по закону. Потому что я, хотя и мать, и жена этих людей, но я не желаю иметь ничего общего с людьми, которые предали наше общее дело. То есть я говорила все в таком духе. Я понял. Ну, может, не такими словами, но в таком духе. И этим я, свои подозрения, естественно, не возникли в нашей мире. Но в то же время я очень сильно переживала по поводу Вреса дочери и мужа. И более того, сын уже подрастал. И я часто думала, что его ожидали, ну, в эту реабилитацию, это было еще до войны. Сын уже подрастал. Он был подростком. И я на него часто смотрела и думала, что его жизнь тоже учит. Что он брат арестованной женщины. Что он сын человека, которого подозревают в революции. Я понимала, что их вот эта судьба, она, наверное, это влечет подозрения на него. И куда бы он не пошел, там, работать, лечиться, это будет записано, ну, как, ну, где, я не знаю, вот эти НКВД, они на всех называют такие карточки. Он благодежный, долгонадежный, благодонадежный. Там были свои коды даже. И я понимала, что он будет под этим клеймом ходить всю свою жизнь сознанием. И стоило ли ему как-то отступить, на него это был бы конец. Я очень этого не хотела, я оберегала его, проводила с ним очень много бесед, как правильно себя вести, вот так разговаривать. Ну, и вот даже это в последнее время абсолютно не начало сидеть. Достаточно так разгрыжать, как он работает. То есть, он так отвечал очень редко. Ну, он еще был в таком возрасте, подростковым, когда, в принципе, все родительские умещевания и просьбы называют под протестом. Однако это, да, я это понимаю, но у меня от этого тоже сраживало боль. То есть, это вот как не было бы так. То есть, он был романит. Как ты думаешь, сейчас, уже в ряде из духовного мира, каковы причины вот этой ненависти с Бога, которая охватила страну во время и после революции? Ведь это же было какое-то массовое насилие их над другими. Мое мнение в том, что это все охватило страну, в том, что человек очень легко манипулирован. Очень легко разными лозунгами отмурить его разум и манипулировать его чувствами, его сеансом, и управлять тем, как вы говорите о роботах. То есть, это нежелание большинства из народа думать о своем другом и отвечать за себя. Только такие люди начинают верить лозунгам и идут, пожертвуя и своими жизнями, а не чужими. Потому что они верят в некий образ, в некую иллюзию, которые преподносят к обычным, и у них нет ответственности, чтобы влиять на то, что им преподносят. А так ли это, на самом деле? Они просто к ним задумывали. Почему такие люди? Потому что я считаю, что это недостаток в первую очередь государственного воспитания. Ну, не существует, по крайней мере, когда я училась в гимназе и знаю также всю эту систему внутри. Не существовало тогда, сейчас я не училась уже в ваше время, но тогда вот в основном времени не существовало такого предмета или такого даже преподавания предметов, которым развивалось свободу творчества, свободу мышления, ответственность за себя и за семью. Просто растили людей, которые были бы хорошими рабочими, знали именем мироздания и просто приносили больше прибыли в крупном сообществе, которые производили товары отлично. Это нужно было просто выносить хорошего работника, который зарабатывал много денег, и потом их с вкусом и удовольствием тратил на всякие пороки и выключения. Это не способствует по поводу души. Чем больше человек начинает наслаждаться своим богом, тем меньше он обычно, ну не всегда, конечно, обычно, начинает обращать внимание на дух, на душу. И в нём начинает расти, это было на самом деле страсть. То есть любовь с удовольствием. И дальше, когда он растёт, он понимает, что зачем он прикладывает усилия, в том числе и в сфере мыслей. Если так говорят, значит это правда. Говорят, иди убивай белого, значит это правда. Говорят, иди убивай правого, значит надо идти. Чего думать? Нет вот этой свободы волшебной. То есть это вот причина, по-моему, вот этой трагедии, которая постигла войну страну, в которой я родилась. Последняя нас. А я родилась уже в Российской империи. И это моя родина. И вот эта духовная причина, трагедии этой страны. Я понял, спасибо большое. Сама ты занимала неизменно сторону Белой Эквадии, скажем так. Ну потому что они защищали прежние порядки, которые привыкли. И который, тем не менее, ты считала предпочтительно правильным по сравнению с тем порядком, который пришёл после революции. Ну они же отказывались от всего, что накопила в себе империя и от всяких… Ну вот у меня сейчас покажут, как такой устой в обществе, это был отказ. Это был полный передел всего государства. Это были новые законы. Это были наказания и репрессии в отношении тех, кто придерживался старых законов. И я уже сказала, что это было очень опасным временем, потому что очень легко в то время зрела ненависть. То есть вот из-за этих манипуляций, в людях зрела ненависть и очень сложно было заниматься творчеством в том числе. Потому что, когда я смотрела на вот эти все разборы, ну то есть вот эти все страдания, и вот как одни разбойники, тем более назвались красными, потом когда пришли белые, они назвались белыми, к ним примкнули, потом от них ушли и просто начали грабить. То есть это вот было как время полного мятежа и вот это притворство. То есть вот такие вот были вещи. Это был хаос. И, конечно, я не могла это одобрить, потому что это разрушало и мою жизнь тоже, и мою семью. Сергей, он, как я уже говорила, ушел на хрон. И это тоже добавляло мне страдания, говорим, и так уже и не наполненную часть. Все-таки я чувствую некоторый парадокс. Ты выступаешь за, выступала за сохранение устоев старого мира. И вместе с тем сама, по натуре своей, была бунтарка, была революционерка, которая как раз взламывала и моральные устои, и поэтические традиции. Ты, да, но ты не сравниваешься с взламывать в словах традиции или убивать людей. Это совершенно разные вещи. Этого я не могла в городу. Это просто, это не бунтарство уже, это просто преступление перед Богом и людьми, которое было прикрыто манипулятивными словами, чтобы просто взять в власть и все. В какой стране ты хотела бы воплотиться вновь? Ну, в России. Потому что один из кармических узлов у меня связан с неприязнью к советскому аценту. Это вот как, не то, что прям ненависть, а вот как страх и неприязнь. Да, по отношению к тому стройку, который был. А ведь это же территория России. И вот мне необходимо было воплотиться на территории России, чтобы прожить здесь жизнь и снова полюбить эту страну. Ну, то есть, вот как избавиться от одного из кармических узлов, на котором стоят многие подсознательные настройки, которые влияют на новый. Ты будешь писать стихи в новой жизни? Неудобно. Ну, творчеством будешь заниматься? Я бы скорее не хотела воплотиться таким либо ученым, либо связанным с медициной, либо биологией, ну, что-то такое. С изучением жизни или помощью другого. Мужчины или женщины? Мужчины. Скажи, пожалуйста, ваш отъезд в эвакуацию – это было добровольное решение или вас вырубили заставить? Добровольное. Добровольное. Это как бегство от войны, то есть, как наступала война, и это как, чтобы убежать. Но, нет, это не было желания туда не ехать, это когда вынуждено, то есть, нас как распределили по разным отрядам. По прибытии в Еладову у тебя были встречи с местными представителями НКВД? Да. Они чего-то хотели от тебя, требовали, ставили какие-то условия. Были три встречи, но они были, так сказать, негласные, то есть, это вот как, ну, как бы остановись в протокол. Ну, были встречи с несколькими людьми из органов. Ну, первая встреча была посвящена тому, чтобы, ну, сделать из меня, как это называется, ну, доносчиком. Ну, сейчас покажем, чтобы я следила за этот уровень и писала на нос. Я отказалась, ну, меня отпустили, через некоторое время вызвали с номера и, ну, уже сказали, что я нахожусь в слишком опасном положении для того, чтобы... То есть мне, да, я первый раз отказалась, и мне потом вызвали второй раз, и сказали, что ты находишься в очень опасном положении, потому что ты мама и жена людей, которые были осуждены, ну, как, как бы враги. То есть ты находишься в опасном положении и не советуем отказываться. Ну, то есть, мы как говорили, что это может причинить тебе вообще большой вред. Ты сам вам может не подпадить подозрение, потому что не хочешь помочь выявлять других преступников. Ну, как врагов. А значит, ты можешь подпадить подозрение, что ты им потворствуешь. Ну, может быть, врагам. Поэтому, ну, мы не можем тебя заставить, так сказать, но отказывая, ты ставишь себя в опасное положение. Мы бы не советуем. И я им обещала, что подумала. Вот это предложение. И ушла. Действительно, я думала, что ли делать. Я действительно слышала вокруг себя различные разговоры, которые могли бы подставить людей под стать ему. Я, конечно, понимала, что, ну, под статью даже, ну, такую, рассмельно. И одна упакована, потому что это там, ну, может быть. Ну, конечно же, я могла сказать и сказать, что я готова на вас работать, а со мной ничего не доказывать. Но тут все дело в том, что такое вранье бы не покатило. Потому что если бы был пойман какой-либо человек, допрошен в МВД, и у него бы спросили бы, присутствует ли ли этот разговор об этом за женщину, и он бы это подтвердил, то за ней пополнение моего обещания, а оно, кстати, фиксировано в письме. Ну, естественно, за это очень большое наказание. Ну, если даже и не расстрел, то, ну, как бы, он мне сейчас показывает, что много лет длину. Поэтому я понимала, что просто так слова навеки здесь бросать нельзя. Это очень напахно. Ну, и тем более я не хотела быть причиной чьей-то гибели. Я бы себе этого не просила. И вот в этих раздумьях, он мне сейчас показывает, как вот, как вот день прошел. И на следующий день вызывают еще раз. Ну, как бы, ни дали, ни нового времени не думал. И уже другой человек, который был как старший по званию, он был как очень развязанно себя в нем, и был как в опьянении, что ли, с меня показывает. И он смеялся, говорил скаберные шуточки, и говорил в конце, ну, я не поняла, но я не спрашивала, какая причина на его вызова. И он сказал, я знаю, что тебе предложили, кстати, с фото, но я могу тебя избавить от этой участи, если ты есть. Ну, и тут он стал предлагать мне, кстати, его женщине. Ну, что я, ну, нет, такое обращение, ну, естественно, я отказалась. И у меня вот такая была обида, негодование, размущение, что я вскочила и хотела выбежать из кабинета, а он встал, перегородил мне путь и закрыл ее на ключ. И сказал, гау, у тебя есть еще сутки, если ты со мной не придешь сравнивать последние действия, ну, если назначали встречу, то ты попадешь под подозрением. Будем расследовать, пройти, знаете, я там специально увлекал. Ну, я видела, что он ничего не писал, это не было как автокол. Однако, когда я посмотрела в его глава, я поняла, что это не человек, это дверь в человеческой школе. И что он выполнял свою угрозу, что он будет совершенно спокойным лицом выбивать из уст других арестованных признание, что якобы я им что-то сказал. Я про него не делал. Так они заставили мою дочь прилетать собственного отца. Ее избивали и зажимали ей пальцы двери. И в конце концов, она призналась, что он ей говорил, не могу сказать. Ну, тогда я еще не подозревала обо всем этом, но я чувствовала, что он способен на все. Потому что у меня были другие случаи на слухах. Было много случаев, вот такую слуху ходило. Я не сомневалась, что он так сделает. Поэтому, да, я сказала, хорошо, но я к тебе приду. Мне нужно время, чтобы подготовить себя, для тебя, как женщину. Вот как подготовиться, чтобы закончиться. Хорошо, он, ну, он выпустил меня. Он сказал, у тебя есть сутки, ну, в магазине там зеленую встречу. И когда я шла, вот она сейчас показывает, как это уже было в Елавуге. Вот это город последний. Елавуге, да. Да. Когда я шла домой, я понимала, что меня, как маленькую фарфоровую фигурку, мне туда пришло, у меня было такое ощущение, такой маленькой фарфоровой фигурки, которую поставили на наковальню и занесли в молот. То есть, как между молотом и наковалью. То есть, образ показывает, что нет выхода. Ну, как занесли на стене вот этот молот, и ей некуда бежать. И я пришла, и ничего никому не сказала. И именно в этот момент я решила на следующий день, вместо того, чтобы идти к нему, уйти в жизни. Ну, вот к этому, как вам, начальнику. В принципе, это мы сделали. Это все случилось после того, как ты вернулась из чистой больницы, буквально в течение суток? Ну, там у меня вызывали, и еще вот, да, вот эти вот и ладу не вызывали. То есть, я вам показывала, как, вот три беседы было. Одна из них была в чистополе, куда ты ездила с намерением прописаться. Да, 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 там у меня и тоже вызывали. А, ну, как раз этим был связан мой вопрос, потому что известно, что вроде бы все в чистополе складывалось неплохо. Теперь разрешили прописку, там ты оставила заявление, вот, принять тебя на работу, там была школа для мора. И вдруг, неожиданно вернувшись, случилось то, что случилось. А сейчас ты нам рассказала, что в чистополе тоже была встреча с... Да, мама. Ну, они как... Он мне сейчас показывает, вот эти два города, у них как единый, как орган, что-то. Неожиданно, ГВД, а не мусья. Смысл слов в этой твоей предсмертной записке, о том, что это уже не я, и я попал в тупик, это вот как раз результат? Да. Ну, просто я писала, чтобы объяснить своему сыну, ну, не навлекая на него опасность, потому что, если я написала, говорите, по позволению моим словам, он бы мог это сказать. Ну, и, естественно, был бы сразу же либо отправлен в детский приемник, либо расстрелян. Чтобы он этого нигде не рассказал, я бы сказала, что я не тебе. Что-то... Рассказывают про какую-то рыбу, которую ты жарила перед смертью, которая осталась на росинке, на сковородке. И якобы это свидетельствует о том, что решение твое было спонтанное, и ты совсем не собиралась победить жизнь. Что ты жарила? Ну, она мне сейчас показывает, что это... Ну, во-первых, у меня была как бессонная ночь, то есть как вот... ну, не спала она так обычно. А это просто вот был как завтра, что там хозяева оставили. Настя. 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 Она оставила и, ну, попросили пожар. И, ну, вот в этом процессе ко мне пришла мысль, что, ну, сейчас пока него нет, нужно это сделать, но меня не спасли. Хотя уже потом, когда я естественно многократно просла от этого линии вероятности, после выхода из воплощения, что-то случилось там, что-то не пошла, наверное, что-то произошло. Но действительно была вероятность того, что этот, кто меня называл, он мне этот образ показывает воплощение, он действительно мог начать против меня мнительное дело. И у меня был единственный способ этого истяжать, это пойти на то, что он предлагал. Но этот способ, он был временным, он бы потом мог вообще, он бы потом все равно, ну, как бы, он мог все равно потом завести вот это вот дело, когда бы я ему надоел. И я смотрела, какой там вариант был правильный, и единственный был правильный вариант, это идти к его начальнику, он же там получил, как бы вышел, и, ну, просить защиту. И его бы тогда, на время следствия, его бы тогда вообще, ну, закрыли в тюрьму. И, соответственно, была большая вероятность того, что мне поверят и его осудят за превышение полномочий. То есть, ну, вот была такая вероятность, что если бы я обратилась, я бы осталась жива, и мне бы не пришлось предать любовь по четвертому разу, если он так не хотел изменять. Ну, то, что я рассказала, это было в прошлом. Я уже хотела, несмотря на то, что я не навязала, что с ним, ну, как взяла ему быть. Это первое. Второе, это было просто противно, ну, так сказать, обрушение. И у меня была единственная вот эта вот вероятность остаться в живых и не быть вот на сценах. Или осужденной, например, у меня была вероятность, что я буду осужденной там на многие годы, но заболею там и тоже выйду за площадь. Или там тоже была такая вероятность. А вот чтобы остаться на субботе и, ну, в целом, в слисотравности, необходимо было сделать такую дуку. Почему я его не сделала, тоже смотрела. Ну, знаете, у меня даже и не появлялась такая мысль. Почему не появлялась? У меня вот из-за этого недоверие и неприязни к советскому власти. Если бы она у меня хоть капель-то была бы дали, я бы попыталась себя как-то защитить. Вот, с этим способом. А так я была уверена, что ничего ей такое. Ну, если ему что-то не даст, и только ухудшит мое возложение. Ну, если нет, да, я как-то пожаловалась. И поэтому у меня даже мысли не возьми, как куда-то идти и просить защиты у таких же этих органов, которые я считала просто как транспорник. Спасибо. В переднике, в котором ты погибла в кармане после твоей смерти, была найдена записная книжка, где было написано одно единственное слово, которое можно прочесть как «мордой». Что означает это слово, как одно оказалось в записной книжке? Я, когда еще жила, я показывала, что это было слово, а написано еще… Это было не в этом городе, это было еще как в Москве. То есть эта книга, она была новая. Я искала этот разговор. Я искала выходы на людей, которые знают, что с моей дочерью и мужем, которые были нарисованы, то есть органами. Они показывают, как пишут запрос, и они отвечают за тайно следствие. Я ходила, но в том случае, что с ними можно с ними встретиться. Нет, да, и они… Эта встреча невозможна, они… И должны не с кем встречаться, чтобы как… Чтобы им как не подсказали, что ли, как отвечать на архитектуру. То есть был такой закон, что встречи запрещены с политическим причем. Тоже меня это поражало, потому что с уголовными элементами, с уголовными заключенными, не было таких сложностей. Политически. Мы считали, что это опаснее. Бандиты. В то время. И я разговаривала со сразами людьми, которые имели, так сказать, ну, со своей, вот как поэтами, писателями, как поэтах людей, которые через год с внуков имели выходы на как руководство, вот, не НКВД, а вот как какого-то как министерства. И я их просила, ну, посодействовать, так узнать людей, что как вот это все действует. И в одном из разговоров, как показала женщина, она мне сказала, что политические, политические ученые, которые хорошо себя ведут, их не отправляют в Сибирь. Ну, вот как, в тяжелые такие условия. Их отправляют, ну, вот, в Мордовию. В Мордовию. Да, в Мордовию, то есть как более такие мягкие условия, там вот это как бы лайки, где они просто не тяжело работают. И я написала это слово, потому что я считала, что мне это нужно будет искать. Ну, то есть вот когда я хотела еще раз пойти, вот еще было, вот то есть вот эвакуация, и еще просить, ну, как вот, где она находится, и чтобы не забыть, что спрашивали, я вот это записала. Я помню, спасибо большое. Да. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты момент своей смерти? Можешь ли описать, что происходило в этом момент? Да, я помню, что я надела, показывая, как вот, этот пуполь, делала, вот, как вот, как беретку. Сверху на носку, надевает на шею, и как-то сделает шаг такой, и почувствовала, ну вот разум, он как-то сжимает на показательные ощущения, потому что он быстро быстро бился сердце, и участились пульсы, вот как бы в голове такие удары, и что-то вот так жало шею, и недостаток воздуха, и вот такая паника. Я вот как хотела ногой нащупать стул, от испугу, чтобы как опереться на него, но только вот как оттолкнула его, он вот как упал, что ли, не смогла. А дальше почувствовала удопление в голове, ну вот как темно было, глаза, и, ну, вообще, помещение, и вот как такие круги перед глазами, вкуснее. И вот как будто ветер, и очень больно, он мне показывал, что ей больно, политическое, и странно. И потом я поняла, что я поднимаюсь вверх, я увидела вокруг себя небо, вот как облака такие, вот когда облачное небо такое, я поднимаюсь, и вот как солнце, я увижу солнце, протягиваю к нему руки. И я подумала, что у меня эволюциональность, потому что я запомнила себя в этой петле, что папа Миши хотел. И я посмотрела вниз и увидела, что я так лечу, но вот как земля удаляется. Это уже было высоко достаточно. И я сверху вижу город. А потом я увидела, сначала я подумала, что это два белых сколубя. А потом они стали к нему приближаться, и я увидела энадомию, вот как-то с крыльями. Я удивилась, я спросила, что она сейчас показывает, почему у вас крылья. И когда я так спросила, они, у них исчезли, они просто люди, инфекции образ. Я пришла, кто будет. Но когда я сраживала, я поняла, что я это делаю мысленно, то есть как нынешно. Они сказали, мои твои проводники, приветствуем тебя в духовном мире. И подхватили меня, вот они показывают, как залоги. И стали поднимать вверх. И я оказалась в комнате с красными стенами. И таким как черным потолком. И они меня там оставили и сказали, что это мое место новых архан. Место души. И я там пребывала, вот это мне сейчас показывает. Я понимала, что это место создано моей душой, мной. Но оно неосознанно было создано. Я хотела выйти на лужу, но не могла найти выхода из этого дома. Из одной комнаты я как-то попадала в руку. И как это был как лабиринт. Лабиринт, в котором никого не было. Я там еще видела много верха, которых я отражала. То есть для меня это был как какой-то непонятный страшный сон. И я когда подходила очередной раз в зеркало, я только увидела свое отражение. Потом я подошла в очередной раз и увидела, что это отражение живое. И оно ко мне обратилось, сказало, что это было одно целое. Подойди ко мне. И это отражение в свой зеркало протянуло ко мне руки. И они появились просто как в пространстве. И я поняла, что единственное возможное сейчас, единственное действие в этом сейчас возможно, это взять ее за руки. И я не могу удержаться в этом действии. Хотя у меня было совсем не по себе. Я поняла, что это просто необходимо, потому что это много рефлексов. Я взяла ее за руки и шагнула в зеркало. И когда я так сделала, я поняла, что я знаю все. Я поняла, что я много раз существовала в моих людях мира. И передо мной стала оборачиваться страна. Где-то событий моей жизни. И я уже смотрела на нее, как со стороны смотрят фильмы. Как без страсти уже без этих эмоций. И с этого момента я стала видеть других духовных сущностей, которые находятся на моем уровне. И уже стала общаться с теми духами, о которых я вам рассказывала уже. Ну и естественно, я захотела, когда вспомнила, каким уровнем я была. В сушке там был свет, а мне захотелось вернуть. Я мысленно выразила это желание. И ко мне спустился мой ангел на саду. Это был огромный человек. Вот это такой человек. Вот из-за кавушоков и метров, наверное, пять. А от которого исходит сияние. И он таким вот белым лицом спустила. Он меня поприветствовал. Парень. Сказал, что зовут его Ариан. И он, являясь, что моя мама была у нас в Мамниковой, наголелился для того, чтобы проконсультировать меня по поводу оснащения. И мы с кем стали? Ну, сейчас пока было так рассуждать, как она может быть. Ну и я вам уже рассказала, что это я жжу. В связи с тем, что мы подобрали воплощение. Это было в России. Но оно было прервано. А в каком году, примерно, в нашем 2000-й среднем было прервано? Была эта попытка? 2012. 2012. Спасибо. В 1991 году, в день 50-й бедовщины со дня твоей смерти, в Московском храме по изнесению Господня в Непитских ворот была завершена помехида по обе Божией Марии. И по ходатайству, тогда диагона Андрея Кураева. Скажи, пожалуйста, что-то ты чувствовала в этот момент? Знаешь ли ты вообще об этом событии? Я чувствовала прилив серьезно. То есть вот как любовь. Это было как потом любви и надежды на мое лучшее будущее. То есть это вот такой поток, как будто тебя как поддерживают, как мама качает. Такие потоки ты часто получаешь отсюда, от нас? Нет. Скажи, пожалуйста, мы тогда читали твои стихотворения, восхищались твоим творчеством. На твоей стихе написано огромное количество песен, у тебя самое большое количество музеев в России среди поэтов и писателей. Вот эти все чувства, которые испытывают твои погоды, они как-то до тебя прилетают? Они другие. То, когда вы меня направили в след через вот эти молитвы, это было такое чувство. Как будто отец и мать одновременно держали маленькую девочку, вдруг, правда, как у поюшки. А когда читали стихи, это скорее чувство благодарности и восхищения. То есть это вот как равный-равный. А вот когда вот эти молитвы были направлены, это вот как-то такое радитическое договорение. То есть, видимо, как разные, да, ощущения были. То есть, если покойники будут молиться о тебе, ты будешь это чувствовать? Если будут искренне, вы достанешь, да. Я посылаю тебе свою любовь. Она улыбается, вот так вот руки сложила и говорит, я тебя почувствовала. Я тебя чувствую, которые сидят. Они тоже ей посылают, но она не сидит. А ты день. Ну-ка, скоро мы заговорили про зал. Давай мы предоставим возможность. Да, тем более они ей тоже посылают ответы, и она это очень справится. Дорогие друзья, у нас есть уникальная возможность. Задайте вдруг Марине Ивановне вопросы, если у вас есть. Марина Ивановна, добрый вечер. Спасибо за интересные рассказы. Действительно, очень много всего открылось, того, чего неизвестно было. Хотела бы спросить, все-таки какие были отношения с Анной Ахматовой? То есть это не было просто освещение какое-то июле? Или, скажем так, я вы казались? Каково ваша была отношения с Анной Ахматовой? Я думаю, с моей стороны более теплая, чем наоборот. Мы сейчас пока встречались. Была встреча и... Как переписка? Как переписка была. И общение через письма. Я к ней относилась достаточно хорошо. Но только у меня была немножко обидность, что она меня игнорирует. То есть, как мы всегда отвечали. Но радости у меня не было. Но у вас же была встреча с ней? Ну, я была, но я имею в виду, что только отвечали на письме. А вот во время этой встречи, это же была единственная встреча ваша? Физическая, да. Да. И о чем вы говорили? Она показывает вдруг две встречи. Одна мы с вами у Аргору дома, а вторая? Где много людей. Показывает такое, как собрание. Не вечеринка, а вот такая. И вот там все знакомые. То есть, это такая, как вечеринка для своих. Какая-нибудь пройдящая собака, наверное, к бару? Ну, это было как... Че-е-е-е. Она сейчас показывает квартиру, но туда как пригласили. В салон. И там вот меня тоже пригласили. И там она была. И там мы недолго побыли. И потом их разошли. То есть, она как в среде приглашенных госпиттеров. Ты ей дарила какие-то подарки? Ну, она мне показывает... Что-то дарила. Дорогоценный камень какой-то, как, что ли? Украшение. Угу. Приколотик. Как бы лапочка попала. С кристаллами. Да. Она попадается. Ты с ней встречалась в духовном мире? Нет. Нет. Спасибо. Благодарю. Еще один вопросик. Помимо записки сыну, еще есть информация, что вы еще две записки. Сын, кто будет хоронить и Николая Васильевна. Это действительно так? Да. Еще было... Он мне показывает, как сын подросток, и нужно было его, чтобы в видом не попал. Людям, которые... Я была в них уверена, как друзья, бывающего как ловпы. Ну, как пока, да, у меня друг друга. И, соответственно, я надеялась на него, то есть любила его и надеялась на них. Хотя, конечно, полной надежды не было, но вот такой вот надежды, что они возникли. Благодарю. И еще последний вопрос. Что Вы могли бы сказать нам, исходя из своего богатого виденного и непростого опыта? Я могу сказать, цените свою жизнь. Какая бы она у Вас ни была, она у Вас одна, именно как у людей. Такой жизни, как сейчас, у Вас никогда не будет. Эта жизнь у Вас действительно одна. Другие жизни, которые будут, уже не будут так, как сейчас. Уже не будет таких уникальных возможностей. Будут другие. Но этих уже не будет. Сцените свою жизнь, даже если Вам сложно. Даже если Вам кажется, что все против Вас. Даже если Вам кажется, что Бог Вас бросил. Это не так. Это кричит. И это только кричит Ваши страдающей плоть. Обратите внимание на свою душу, на свой дух. Вы помните, что он бессмертен и что он сам выбрал это тело, эту жизнь. Значит, им это чего-то было нужно. Вот чего мне не хватало в моей жизни. Я об этом очень редко задумала. Так что я желаю Вам всем помнить об этом всегда. И, естественно, выполнить свою задачу и прийти в духовный мир в другие результаты, чем я. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Леву Ивановну за описание. И скажем спасибо Ирине за то, что она все нам передавала. Спасибо большое. Да, я тоже поблагодарю Марину за ответы по словам следствия любви. Спасибо большое. Ирина. Поехали. Ирина. Ирина.